Всем привет! Всем всего доброго! Вы находитесь на канале Стас Кобальт. С вами Стас Кобальт. Опять показываю свои какие-то хорошие бои. Но этот бой будет не суперский, просто хороший бой. Для чего я его показываю? Чтобы показать вам очень такой хороший, приятный танк. Он не премиумный, 9 уровня Шкода Т-50. Очень хороший танк. Так, ну, после того, как вы поставите на него, правда, пушку, у него барабан, да. Он очень такой становится просто нереальный, просто имбовый. До пушки, конечно, он не кокучий. Вот, но потом, после установки пушки, он становится просто нереальный. Вот на примере этого боя, просто показать, какой он вообще нереальный. Ну, думал я его как бы оставить в ангаре, но просто после него идет Т-50. Т-51 гораздо, там, круче танк. Поэтому вот этот Т-51 10 уровня я буду оставлять, там его красить как-то. Вот этот, видите, не покрашенный, ничего не у меня. Он обычный, как бы. Бой, наверное, 5-6 я на нем провожу с вот этой пушкой. И сразу вот неплохие результаты сразу такие получаются. Ну, можно 5 тысяч даже набивать на нем, в принципе, без всякого напряга. Вообще, чешская ветка, она такая, ну, вся неплохая. Плохая, за исключением, там, первых, ну, первых уровней, не очень, да, там, танки идут. Ну, в шестом, на шестом уровне Шкода Т-25 очень хороший танк. Именно шестого уровня, тоже барабанная она. Ну, не оставлял этот танк, хотел я ее оставить, этот танк. Но потом что-то передумал, как бы продал. Ну, очень хороший танк. И танк еще седьмого уровня. Танк тоже хороший, это Т-100. Пушка у него тоже очень такая хорошая, очень приятная. И танк сам такой по себе, такой резвенький, живенький, да. Ну, и ТВ, вот, средний, ну, не сказал, что такой айс-танк такой, ну, не очень так вот. По сравнению с этими двумя и вот этим, этот танк вообще такой крутой, особенно на девятом уровне. Вот, мне кажется, даже не чита играл я на французских этих барабанах. Не чита ни французским танкам, ни тяжелым, ни легким танкам. Мне они вообще что-то, ну, как-то не понравились. Ну, только еще, ну, только легкие танки, там, более-менее. А мейксы что-то вообще мне не понравились, тяжи вот эти вот. Вот, и, кстати, шведские мили тоже не очень. Вот, я их там качал, прокачивал, потом все продал. Ну, не очень мне так они заходили, вот. Ну, бетчат, бетчат, я не качал, бетчат. Бетчат у меня там был на аккаунте, на другом прокачанный. Я его не купил. Там, по серебру, что-то у них хватило. Я его не покупал, да. Бетчат тоже хороший, конечно, танк. Кстати, он сейчас что-то почему-то не используется. Не знаю, понерфили его. Что-то раньше была куча этих бетчатов. Что-то их все меньше и меньше сейчас в онлайне, в рандоме. Поэтому вот такой вот танк. Очень такой приятный, очень хороший. Кстати, мы сейчас будем даже в этой катке проигрывать. Видите, ну, как бы сейчас я, вот видите, я, видите, все стоят, я как бы вперед лечу. Ну, я всегда, у меня такой принцип игры, в принципе, сильно долго там где-то не стоять. Или я вижу где-то свободное пространство, надо пользоваться этим. Вот видите, люди как-то, нахожу арту, видите, вторую арту нахожу. Ну, не гонюсь за ней, за этой артой. Раньше бы, может, погнался, знаешь, как сумасшедший там за этой артой, чтобы ее вырезать. Нет, для меня, главное, какие-то бои такие классные провести там. Я понимаю, что где-то вот сейчас мы начнем проигрывать. Так как я в топе, практически я фуллоу, видите, у меня какой-то, ну, жизни дофига. Так что я могу спокойненько с кем-нибудь там замеситься и тем самым как бы переломить хохот игры. Что вот я сейчас и буду делать. Иду на, видите, на пропалую туда. Примерно знаю, как, видите, захват. Я знаю, сейчас они оттуда сейчас будут вылезать. Вот уже один вылез. Видите, какая вот дамага приятная проходит. Правда, не всегда, да, там, не всегда снаряд летит. Но такая более-менее точная у него такая пушка. Вот. Обязательно надо ставить вентиляцию. Обязательно надо ставить на него, ну, у меня там стоит как-то боевое братство. И вот такое вот. Опять же, говорю, играю без щитов, без модов, без всяких там накруток, без всяких там доп. пайков, без прем-аккаунта, без всяких этих. Вообще играл там какие-то нереальные у меня бои были на всех танках вот буквально вчера. А, хотел бы еще в этом видео поблагодарить это ВГ наших этих разработчиков. Ну, в той части за ихнюю акцию, которая была суббота-воскресенье, по-моему, в пятницу эта акция была. Была акция такая, что там 10 тысяч опыта давали за, просто за уничтожение техники. И вот как раз я эту пушку бы, пушку поставил благодаря этой акции. А то бы, долго бы, долго бы еще эту пушку пришлось бы качать. Вот, приятная такая была акция. Раньше таких не было акций, насколько я помню. Вот они появились, очень-очень-очень здорово. Какие-то танки, даже этот Хэвик четвертый я продал. Не очень танк. Вот Хэвик пятый буду покупать, пока их не хватает у меня там по серебру. Вот видите, победа, все. Как бы, очень приятный танк. Только что, если что, качайте. Очень приятный он такой вот. Сильно в минус даже не уходит, на девятом уровне он. Так что все, всем всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Стас Кобальт. Это канал Стас Кобальт. Всего всем доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok